Партнер программы сеть детских клубов Ети и Дети Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Димы и Алисы. Это важная информация для тех, кто еще пока не видел нашу передачу. В стране безопасности мы с ребятами учимся простым правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. А еще это конкурс. Для каждой команды он длится 4 дня. Сегодня у Димы и Алисы третий соревновательный день. Пока лидирует Дима, но радоваться еще рано и огорчаться еще рано, потому что у нас еще два соревновательных дня впереди. Тема нашего разговора сегодня, как и в предыдущие несколько дней, это медицинские правила безопасного поведения для детей. И сегодня мы будем говорить обо всем, что касается медицины и докторов. И первый наш конкурс вот в чем будет заключаться. Бегать, ребята, никуда не надо. Отвечать будем с места. Если вы знаете ответ, то просто поднимайте руку. Я вижу, что вы знаете и даю право вам ответить. Правильный ответ будет стоить 3 фишки. Если вдруг вы ошибетесь, то я мало того, что не дам вам фишек, так еще одну заберу у вас. Так что риск есть. Но старайтесь обогнать соперника, но только в том случае, если вы абсолютно уверены в своем ответе. Впрочем, подсказки у вас, ребята, есть. Они расположены у вас на стенде. Так что можете смотреть, присматриваться и правильно отвечать. Если готовы, то мы можем начинать. Начинаем? Да. Хорошо. Слушайте тогда мою первую загадку. Не забывайте, пожалуйста, что прежде чем ответить, нужно поднять руку. Педиатра, ты не бойся, не волнуйся, успокойся и, конечно же, не плачь. Это просто детский врач. Правильно, Дим, это действительно врач. Врач, отгадка. Держи. 3 фишки. Алиса, не забывай, что можно подсматривать. Пока я читаю, ты можешь смотреть на свой стенд и думать, что же может быть отгадкой. А может, ты и без стенда знаешь. Загадка вторая. Мне поставила вчера 2 укола. Дима? Медсестра. Правильно. Правильно. 3 фишки тебе за правильный ответ. Держи. Третья загадка. Слушай внимательно. Его так боятся дети, он главнейший враг на свете. Как увидят, убегают или в голос зарыдают. Алиса. Шприц. Шприц. Молодец. Шприц. Хорошо. Алиса, твои заслуженные 3 фишки. Держи. И последняя загадка, ребята. Жидкость из аптечной банки. Нам немножко щиплет ранки. Маме, папе и ребенку лечат ссадины. Видела я Дим боковым зрением, что первой руку подняла Алиса. Поэтому мы попробуем, попробует она правильно ответить. Алиса. Зеленка. Зеленка. Правильно. Правильно. Что фишки твои? Шесть. Шесть. Да. Ты уже подсчитал буквы. Давайте как раз время подводить итоги первого конкурса. Алиса, сколько у тебя? Один, два, три. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Равный счет. Отлично. Хорошо, ребята. Мне тоже шесть. Ну а сейчас, ребята, время встречи с нашим хорошим знакомым, доктором детским, дядей Артемом. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад нашей новой встрече. Сегодня у нас очень познавательная тема о таком медицинском антисептике, как йод. Ребята, а вы знаете, в каких жизненных ситуациях вы можете применить йод? Алиса, Дима, в каких ситуациях йод можно применять? Если поцарапался. Правильно. Алис, упал, коленку разбил, тоже йод пригодится, да? Слушаем дальше, доктор. Ребята, я хочу продемонстрировать, как выглядит раствор йода. Вот так. Раствор йода используют для обработки ран, ссадин и порезов. Им смазывают поверхность кожи, а при наличии ран смазывают кожу по краям раны и ни в коем случае не поливают йодом саму рану. Есть еще такое понятие, как йодная сетка. Хочу разрушить главный миф о ней. Многие думают, что йодную сетку нужно рисовать, когда у человека дефицит йода в организме или какие-то болезни. Ребята, запомните, восполнить дефицит йода при помощи нанесения йодной сетки невозможно, даже если обмазаться йодом полностью. Для этого существуют другие лекарственные препараты и такие продукты, как хурма, морская капуста или гречка. Кстати, недостаток йода грозит человеку серьезными заболеваниями. Впрочем, это уже совсем другая тема. А обычный медицинский йод, как я уже сказал, применяется для того, чтобы дезинфицировать раны и порезы. Кстати, сегодня обязательно спросите у родителей, есть ли в вашей домашней аптечке йод. А на сегодня это все. Берегите себя и помните, что здоровье – это самое главное, что есть у человека. А в игре я вам желаю, конечно, победы. Дима, Алиса, вот и третий наш конкурсный день подходит к завершению. Еще, конечно же, как всегда, одно контрольное испытание. У того из вас, кто внимательно слушал доктора нашего, шанса выиграть намного больше. Я буду вам по очереди задавать вопросы, а вы будете отвечать. Каждый правильный ответ, полный ответ, будет стоить три фишки. А если вас будет дополнять соперник, то две из этих трех фишек перейдут ему. Давайте с помощью жребия определим, кто начнет первым отвечать на мой вопрос. Выбирайте руки. Алиса начнет первой отвечать. Итак, Алиса, условия понятны, все, можно начинать? Хорошо, тогда первый вопрос для тебя, Алис. Для чего применяют йод? Дядя Артем, доктор, рассказывал, для чего его нужно, когда что с нами происходит. Йод нам очень приходит часто на помощь. В каких случаях? Когда поцарапался. Правильно, а еще? Когда разбил колено. Когда ссадина есть. Правильно, Алис. И еще? Когда вавки. Да, если вдруг порезался, да? Да, именно в этих случаях и применяется йод. Правильно, Алис, ты ответила на этот вопрос. Умничка. Держи, пожалуйста, свои фишечки. И второй вопрос для тебя, Дим. Слушай внимательно. Как правильно обрабатывать рану, порез или ссадину? Расскажи, как правильно обрабатывать. Только что доктор об этом рассказывал. Вспоминай и нам расскажи еще раз. Вокруг раны. Что вокруг раны? Обрабатывать. Чем? Йодом. Давай по порядку. С самого начала. До йода еще нужно дойти. А с чего нужно начать обработку раны? Во-первых? Промыть. Что промыть? Рану. А руки не надо? Да, раны. Надо. Значит, говори, что чисто с мылом вымыть ручки, да? Да, чисто вымыть с мылом руки. Потом промыть раны. Чем можно вот ранку обрабатывать? Что мы можем взять в руки, с помощью чего аккуратненько обработать? Йодом. Ну ты же не будешь ни на палец не нанесешь, ни польешь с бутылочки. Чем мы йод будем наносить по краю ранки? Ватной палочкой. Или чистым платочком, да? Да. Что, Алиса? Ватным диском можно. И еще что, Дим, еще есть определенное правило. Вспоминай. Еще можно зеленкой обработать. Нет, мы сейчас говорим про йод. Как правильно йодом ранку обрабатывать? Вокруг ранки можно. Так, поливать в центр ранку нельзя, нужно вокруг. Правильно. Хорошо. Алиса, если у тебя есть что дополнить, ты тоже можешь дополнять. Дима, еще если что-то вспоминаешь. Еще можно бинтом. Забинтовать. Да, забинтовать можно еще. Повязку наложить, да? Да. Молодец. Дим слушал дядю Артема, но немножечко тебе Алиса помогала в ответе, правильно? Поэтому я думаю, что совершенно справедливо одну фишку присудить. Алисе, ты не против, а две тебе. Держи. Итак, ребят, ну все, сегодня мы сыграли все конкурсы, которые были на сегодня. Давайте посчитаем, сколько фишек удалось заработать. У меня 10. Да. У меня 8. Хорошо. На сегодня, ребята, все. В этом конкурсном дне с небольшим отрывом победила Алиса, но главного победителя мы с вами определим уже завтра, потому что завтра финал. Так что готовимся и встречаемся завтра на этом же месте. До встречи, ребята. Пока-пока. 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 Пока-пока.